Ну что, дорогие друзья, с вами я, Татьяна Салмановна, Мактун Сайфудин, и это волшебство. Ну что, посекретничаем? Ну да, эти секретики. Татьяна Салмановна, в общем, не надо напрягаться, вы же вчера уже обсуждали эту тему. Не надо обсуждаться, не надо вот этот вот пот рукой, жарко, конечно, но вот этой рукой не надо, нужно салфетку. Как нужно расслабиться, в общем, так это, сесть расслаблена, вот этот натрон, сесть расслаблена, как-то вот это вот супер расслаблено, супер красиво. Проветривание я уже открыла, так что вот. Ну что, сегодня я съездила с утречка, с утречка, вот в зубную поликлинику по полису этого бесплатного медицинского страхования, к хирургу. К хирургу сегодня была женщина, вот такие вот дела. Я вытащила у меня корень, корень зуба, в общем, то, что от этого зуба осталось. А так, конечно, советую вам с утра, потому что в прошлый раз это заняло очень много часов сидений в очереди, там около 4 часов. Это вот того не стоит, лучше подъехать с утречка, к 8 утра, по экстренной боли, я была вторая в очереди, вот. Только подъезжайте, когда я там не лечу зубы, хорошо, подъезжайте в другой день, хорошо, подъезжайте там в другой, просто я вам там это советую. Вот это вот. Подъезжайте в другой день. В общем, что, пришлось подождать театролейбуса, 50-й, где-то минут 20, зато я увидела таких брутальных мужчин в самокате, как это того стоит. Такие проезжали мужчины, я не знаю, куда они проезжали. Просто я даже не поняла, что здесь здание, что бы началось. Пока я достояла 20 минут, там проехало столько симпатичных, прошло столько симпатичных мужчин на этой остановке, долгозерная, общественного транспорта. Они проехали на самокате, как туда, по направлению к комендантской, комендантской, это, вот метро. Вот. Пришлось подождать, пришла я где-то в начале 8-го, минут 20 подождала троллейбуса, минут 20 ехать. Я, в общем, около 8-ми утра была в поликлинике, по месту моего жительства, по бесплатному пользу, бесплатная поликлиника. Так что, вот. Там было несколько человек, я взяла талончик, там такая система, талончик берешь, бахилы надеваешь, температуру меряешь, руки можно протереть, все так нормально. Сегодня даже был охранник. Сегодня там даже был охранник, так что, вот, в форме, все охраняют, все очень починут. В прошлый раз охранника не было. Вот. Мой талончик, какой там, 26-й, у меня был талончик 26-й. Я вот только вот это нажала, вот это взять, и сразу мне сказали, думаю, еще здесь туалет посмотрю, вот. А тут моментально мне сказали по вот этому, вот, знаете, какая-то такое, там вообще такое все, вообще такое супер-супер. На, там, телевизоре высвечиваюсь, такой номерок, такой вот окошечко, там, третье окошечко, вот какое. И сразу, понимаете, вот этот номерочек, я дошла с паспортом, с этим с полюсом, этого, со временем, у меня временный полюс этого медицинского страхования. Мой постоянный полюс бесплатного страхования будет готов к сентябре, мне сказали. Так что вот, там стираю одежду, в которую я ездила, стираю в стиральной машинке, она же ни одна минуточка даром не проходит. Я просто решила немножко так еще на юмор, вообще юмора, да, немножко юмора, вот. Немножко юмора и как-то немножко серьезности, так что вот, я агитирую, конечно, очень сильно агитирую. Зубы лечить вовремя, понимаете, если вот, потому что она посмотрела, так вам там еще один зуб, вот это вот по экстренной тащить надо, и кариес лечить, понимаете, вот это вот. Я никогда так вообще, в принципе, мне 49 лет, я так зубы никогда не запускала, вот, на самом деле. И вам тоже не советую запускать зубы, так что вот, как бы я сказала, все это оформили, эти бесплатные полюсы и пошли лечить зубы. Потому что с зубами, в общем, как-то шутки, лучше, конечно, в пределах вот бесплатного этого страхования вылечить. В общем, я как бы вот так вот советую, через сегодня, через вот так вот. Вот такие вот дела. Потому что тот зуб, который мне мужчина тащил в прошлый раз, он был такой более свежий, он не так давно сломался у меня. Там была большая боль, а этот у меня был такой заросший, вы не понимаете, она там его вот это вот, понимаете, она его шатала, понимаете, три укола в него, знаете, три раза колола, понимаете, такая боль вообще. Вообще просто такой ужас, вы поняли, да? Тут такие уколы как-то вот это делали, тот зуб он мне быстрее вытащил, менее безболезненно вот это вот все. А здесь три таких вот, с трех сторон она колола, так это болезненно, потом она шатала, понимаете, шатала этот зуб, потом там что-то там еще шатало, куда-то там вот это вот. Потому что, ну вот, в общем, очень вам советую. Зубы лечить вовремя. Лечить или вытаскивать, не оставлять их, в общем, как-то вот так. Вот такие вот дела. И кресло там, то поднимала кресло, потом, знаете, такая вот эта штука там со светом, света вот эта, знаете, как-то большая эта штука, свет вот этот свет. Ставила как-то правильно свет, чтобы свет там светил туда вот это вот. Так что вот, поднимала это за кресло, ну, на котором я сидела там, вот это вот, зубное. Вот. Ну, народу не было, понимаете, там была одна мистка врачей, наверное, одна женщина была, совершенно сразу подошла, даже успела там еще в туалет сходить, понимаете, немножко такая-то водичка, потому что жара такая, 30 градусов в Петербурге. В Таиланд нам ехать не надо, зачем нам Таиланд, у нас есть вообще как Таиланд. Вот. Единственное, что, знаете, к вам это, знаете, едет ревизора, я даже не поняла, эти кондукторы, это общественный транспорт, там очень мало этих окон открывается, как-то более проветривать надо. Там, я не знаю, кондуктор, который с утра до вечера ездит в этом транспорте, понимаете, там, я проехала 20 минут, целый день в этом транспорте ездить, я не знаю. Это, понимаете, не у нас Питер не рассчитан на такую жару. Вот. Обратите на это внимание. Я у этого мужчины спрашиваю, у кондуктора, там села назад, назад на это вот это вот, я говорю, заднюю вот эту, вверху открыть, проветривание. А он говорит, нельзя это, вот это, только спереди можно открыть проветривание, и вот эти окошечки только вот так чуть-чуть открываются. Я говорю, а что нельзя? Он говорит, потому что от троллейбуса тросы внутрь попадают. Я говорю, ну нормально, привязывать тогда тросы там надо. Но это хорошо, если немножко проехаться. Ну сейчас, подождите, сейчас я так, там, это, наверное, нужно включить, там вот это, такая-то штучка. Сейчас, я тут организую, национальная машинка, сейчас. Он даже мужчина испугался, ведь и мужчина даже испугался, убежал. Так что, я вот прекрасно понимаю, я сама вообще была просто в шоке. Я сама была просто в шоке, и уже, знаете, уже много раз, сидя на этом кресле, понимаете, вот это вот, когда она там эти уколы начала делать, потом вот это шатать, понимаете, сначала я там расшатаю, потом вот это вот. Я много раз, знаете, мысленно перекрестилась и, понимаете, вот это вот, и помолилась. Вы поняли, да? Так что Тина Салмана так может замотивировать лечить зубы, особенно тащить, понимаете, и в смысле, что лечить надо вовремя. Ну хотя бы бесплатно, понимаете, если есть вот это бесплатное страхование, хотя бы что-то вот такое сделать в пределах, у кого денег нету, в пределах этого бесплатного. Так что вот, хотя она у меня спросила, вы будете бесплатный укол или платный укол делать? Я говорю, ну а как в прошлый раз? Мне в прошлый раз укол понравился, мужчина понравился, как он мне вытащил зуб, вот этот. Ну а этот сегодня его не было, но не его смена, они же не с утра до вечера там работают. Не будет же они там с 8 утра до, знаете, полодиннадцатого работают. Так что вот, укол она, конечно, бесплатный мне сделала, не, ну укол нормально. Так что у меня большой, вот этот мужчина не зря уже убежал, понимаете, у меня большой опыт лечения зубов. Я всегда регулярно, в принципе, что в школе там, знаете, там в школе я училась в 256-й, мы там регулярно там эти зубы там, понимаете, там это, ну регулярно посещали. Посещали со школьным классом, там зубного, там, вы поняли, да? Потом это ПТУ, потом я там стала лечить зубы. Как же ее звали там? Ох, такого врача, она еще, знаете, на кафедре. С кафедры, в общем, на кафедре, в первом месте, на кафедре в первом месте такая, потому что это Татьяна Сергеевна такая. Она там преподавала, и там был такой учебный класс, учебный класс. Так что вот, он находился в центре, вот, учебный класс вообще, она там вообще лечила за деньги, за деньги. Я там потом вылечила все детские дипломы, зубы, которые сейчас тащу, я там вылечила за счет, там, этого, как там, союз контракта, за счет господина Рыдника. Господину Рыднику большой привет. Я тогда много зубов за счет своих контрактов вылечила, потому что вот, у них там обслуживались сотрудники, и я там, ну, вы поняли, да? И потом так я годы-годы к ней ходила, если надо было, там все что-то чувствую, всегда ходила вовремя, там, раз в год проверять зубы, потом в Америку уехала, там, конечно, уже в Яйпи, понимаете? Жена доктора, Перимакс Володанский, там, каждый раз в полгода чистка зубов, врач смотрит, там, или кариес, или что-то нужно, там, то есть, просто ВИП обслуживание зубов, в общем, вы поняли, да, я вообще привыкла к этому ВИП обслуживанию, вот. И зуб у меня тащили там, в Америке, у меня, тащили мне зуб, тащили зуб, там, конечно, это заняло очень много времени и так далее, в общем, как-то вот это вот. Укол прошел, а столько это было, сейчас у нас время и сколько? Сейчас уже у нас время, сейчас я просто посмотрю на моем телефоне, сколько. 16 часов 35 минут. Я тоже подумала, может быть, будет раз такое, вот это, может быть, как-то, в принципе, это, как-то придется, может быть, еще этого анальгина у меня купить, может, еще анальгина придется принимать, в общем, нет. Смотрите, она мне вытащила этого сколько там с этим уколом, с этим уколом, получается, вот, 8 часов 20 минут примерно. 8 часов где-то 20-25 минут. Я просто помню, как мне в Америке тащили зуб этот, знаете, там еще такой VIP был, это отдельная история, VIP обслуживание. А потом мне этот мужчина, ну, он еще, знаете, там у меня вот нижний, по VIP, еще мне делал десну, сразу вытаскивал и делал десну как бы под имплант. Как бы делал там, знаете, как-то, чтобы десна была ровная, потому что он мне говорил, что когда ты вырываешь зуб, десна как-то неровная. А чтобы она такая ровная была, уже под имплант, он мне даже там вот делал какие-то вот эти вот манипуляции, но это за большие деньги. По страховке, ну, в принципе, вот там вот, да, по страховке, так что вот, как жена доктора. Потом у меня зуб заболел с Хворцова-Степанова, когда я лежала, там у меня тащили, так что вот. Там врач, когда вытащил, вот, он сказал, что зуб был, внутри корень был совершенно гнилой. Там через пару часов была такая адская боль, что это вообще просто вот это вот. Вот такие вот дела. Я не знаю, может быть, этот мужчина каким-то образом будет вот это вот так, в общем, как-то, я не знаю, я вот его видела, а он, знаете, да, к этим бочкам проходил. Так что вот, инсайд у меня такой был. Что с этими, если зубами не лечить, я не знаю. Хотя Юрий Анатольевич ходил 30 лет гнилыми зубами и ничего. Я не знаю, с Юрием Анатольевичем ничего не случилось. За 30 лет гнилыми зубами он никогда их не лечил и не тащил. С ним ничего не случилось. За все годы я от него слышала, один раз он там с Белоострова звонит и говорит, ой, я сегодня не приеду, у меня там зуб болит, я сегодня отлежусь, а приеду завтра. Так что вот. За все 30 лет. Ну, в принципе, вот так вот, как вот это вот. Там он был помоложе, наверное, может быть, тогда не надо, потому что я так вот, да, и тогда, в общем, и тогда я уже ничего не слышала. За все сколько там лет. Вот такие вот дела. Ну, что еще интересного? Так что вот. Ну, в общем, как-то вот так, как-то вот так. Этот раз там, знаете, там такой большой кабинет проходной. Знаете, такое, две двери на один кабинет проходной. Вот. Этот раз в другом этом небольшом кабинете, не в том, в котором прошла, потому что в том два кресла этих зубных, а в этом одно. Так что вот. Ну что, я пришла, там такая очень милая женщина очень, это спросила, по какому вопросу, в общем, я ей сказала, что по поводу зуба в прошлый раз хотели два, один зуб ищили, большая очередь была. Так что вот. Ну, я вытащила у меня этот корень, корень зуба, то, что от зуба осталось, и попросила в карточке расписаться, для того, что вытащила у меня зуб, что я пришла на прием, что она вытащила у меня зуб. Когда я вышла, я уже особо очередь не заметила. Вот, а там внизу тоже, ну, там несколько человек в эту, как там, в эту регистратуру было, внизу охранник, просто раз охранника не было. Ну, может быть, поздновато было для охраны. И троллейбус, пошла на троллейбусную остановку, троллейбус быстренько подошел, народу мало в троллейбусе, туда и сюда. В общем, 55 рублей, а что, понимаете, 55 рублей, ну люди, конечно, в основном в наличку не едут. Смотрю все карточки, у людей карточки, понимаете, за наличку ездить по 55 рублей, потом я зашла в магазинчик всеми шагом. И на 55 рублей я купила 3 пачки макарон, я там это покажу, а что не показать, Татьяна Салмановна покажет. Да, потому что Татьяна Салмановна возмущается ценами на транспорт. Я не знаю, Татьяна Салмановна возмущается или нет, тогда вы там, может быть, какие-то плохие были, ну, я не знаю. Понимаете, как я говорю, ну, торговать нефтью и газом неоднократно, чтобы ездить на этом общественном транспорте за 55 рублей. Такой VIP, понимаете, VIP, троллейбус, короче, за 55 рублей, вот это вот. Подошел он быстро, народу мало, контролер, обратно была женщина, очень вежливая. Даешь, дала ей 100 рублей, она дала мне сдачу 45 с мелочью. Так что вот, туда я дала без сдачи. Ну, сам факт, сам факт, на эти деньги можно купить 3 пальки совершенно шикарных лакарон и одну, одну, короче, хороший шампунь-ромашку. Сейчас Татьяна Салмановна принесет и покажет, вот, чтобы видно было, вот один проезд, хоть там одну остановку вам проехать надо, хоть 10 остановок. Вот 55 рублей платит. Сейчас Татьяна Салмановна принесет, а что не принесет, сейчас я принесу, покажу вам. Сейчас принесу, сейчас. Сейчас. Да, вот, 3 пачки макарон и фэнтези, шампунь для волос ромашка. Вот, шампунь для волос ставлю сюда. Очень шикарные макарошки, кстати, такие большие. Вот, смотрите, что одну остановку проехать на общественном транспорте, что купить вот эти вот продукты в магазинчике Свершага. Макарошки очень-очень хорошие. Понимаете, твердых сортов, очень вкусные макарошки. Вот, ну шампунь, что сказать, понимаете, конечно, в Америке я ни разу вообще даже макароны не ела. Какие макароны, там только VIP, понимаете, все только органик. И шампунь я покупала, только специальный шампунь, профессионал. Я очень долгие годы пользовалась совершенно шикарным, совершенно шикарным, дорогим шампунем, понимаете, про профессионал заказывала специальные. В Америке такие штуки у меня были, там 100-200 баксов, 300 баксов. Так что вот. А теперь покупаю по вот это, вот сколько он там, 17-18 рублей. Ну, с 90-м псалмом, понимаете. Как там Наталья Правдина говорит, чтобы экстренно нужны деньги, желтая свеча, четвертый. Я даже пока не знаю, что такое четвертый псалом, надо будет почитать, что такое четвертый псалом. Так что вот. Прочитать четвертый псалом, сразу спать ложиться. А здесь я купила шампунь для волос «Ромашка», «Фэнтези», прочитала 90-й псалом. Ну, очень, кстати, ну, я не знаю, рекомендую, в общем, я даже не знаю, что. Я просто с вами делюсь. Вот это вот. Если вы не можете купить профессионал, шикарный шампунь, там, за 200-300 баксов, ну, вот, пожалуйста, вот такой с 90-м псаломом. Хотя нужно еще такой более-менее такой нормальный для окрашенных иметь, чтобы их комбинировать. В общем, как-то комбинировать. Вот это вот. Ну, «Ромашка». Здесь народу мало было, в этом магазинчике «Семешак». Это даже еще второй раз, даже сходила в магазинчик «Семешак». Хотела мороженое купить по 8 рублей. Да где там? Там, я, знаете, как прорекламирую это мороженое за 8 рублей. Там сразу набегут, все это раскупят. Мороженого, конечно, не было. Ну, я купила себе красные икры. Думаю, себя нужно побаловать. Чай нужно попить. В общем, как-то вот это вот. Красные икры. Купила баночку красные икры, имитированной, 24 рубля. Батон за 13 рублей. Вот. А потом средства для мытья посуды за 13 рублей. С копейками, 12 с чем-то. Ну, очень, грубо говоря, 13 рублей. И что-то я еще купила. А что я еще купила? Надо посмотреть, что-то я еще купила. Вот так. Так что, это вот такие вот дела. Сейчас переменные околочки. В принципе, на завтра дождик обещаю. Ну, конечно, понимаете, когда там 31 градус, такие ливневые дожди, в принципе, welcome. Понимаете? Welcome. Ливневые дожди, да, дожди, то есть Санкт-Петербург. Потому что мы ждем, конечно, прохлады. Вот это вот. Конечно, Таиланд Таиландом. Кстати, обратили внимание, я вам загрузила эту Лену Летучую, программу Ревизора. Я ее смотрела еще несколько лет назад. Ну, по-моему, какие там года. Это было уже лет 6-7 назад. 6-7, ну, как-то это вот так. 5-6, 6 лет назад. По телевизору я смотрела, там какие-то серии, особенно, знаете, там кафе, рестораны проверяла. В общем, как-то вот так. Контрольные закупки, в ресторанах тоже контрольные закупки, там в кафе контрольные закупки сделала, там, знаешь, вот такое. Ну, такая интересная вообще передача. Так что, вот, в магазинах, чтобы, ну, как она говорит, чтобы знать свои права и вообще-то, ну, в общем, как-то вот так. Я там загрузила несколько программ, сама это не посмотрела. Ну, я, ну, я, ну, в принципе, знаю. В принципе, знаю, как бы вот это вот, как говорится, вообще тематика вообще такую. Ну, я, 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 ну Ну, что еще, что еще такого вам такого рассказать, наверное, это такое будет это видео, ну, в принципе, что я хотела, хотела бы там, как-то вот это вот, я вообще подумала, часть программу заснять, читаю там, в общем, да, что-нибудь такое почитать, что мне будет интересно такое вот это вот. Ох, я такая, такая просто красота, посмотри, какую шляпку мне она делает, ну, да, это прямо из Рио-де-Жанейро, кстати, покупала я все, знаете, аксессуары, кроме этого, это я в Америке еще купила, а так вообще на самом деле, вообще эти все штучки, это в магазине Валберис, это шляпка, это уже, знаете, такая цепля, такая, такая, такая супер, такая просто, такая звезда, просто такая звезда. Ну, что, ближе к информации, ближе к жизни? Ближе к информации, ближе к жизни или ближе к чему? Блин, понимаете, когда платный, вообще платный вот этот вот зубной, я вообще привыкла к платному, что в Америке там приходишь по времени сразу, там VIP, там не ждешь вообще. Приходишь по времени, записываешься заранее, в Америке там уже заранее записывал, за месяц, за два записываешься, вот. К определенному времени приходишь, там не ждешь. Так же, как и здесь, к платному. Записываешься на определенное время, приезжаешь, ну там, 5-10 минут подождал и все. Никаких этих очередей. Это такая мотивация. Мотивация в том, что быть процветающей. Иметь деньги. Так что вот. Я. Эталон счастья. Книжка Натальи Правдиной. Азбука успеха от А до Я. Я бы с удовольствием прошла этот вебинар, этот семинар, когда она там говорит. Ах, это женщина на миллион. Вот. Но это платно. Это платно. Я не могу даже сейчас заплатить, чтобы этот вебинар, семинар даже по интернету, чтобы даже там полторы тысячи. Даже полторы тысячи за вебинар не могу. Я бы с удовольствием заплатила. Я бы на самом деле все бы ее вебинары, особенно по интернету, заплатила бы и посмотрела с большим удовольствием. Я еще пока не разбогатела. Они на книжку Пелевина за тысячу рублей. Но эта книжка Пелевина появилась бесплатно. Это та книжка появилась, которую я в магазине видела. Она на ютубе. Я там ее загружала. Книжки Пелевина можно послушать. Я, честно говоря, так и не послушала книжки Пелевина. Но я к ней очень, знаете, иронические детективы. Я, конечно, пишу, конечно, еще к ней, знаете, вот сценарий для фильмов. Там Агент Нон Лусин, Бабшука Марбл ведет расследование. Кошки, говорящие, дом волшебный. А, вот к волшебству. Сегодня котика такого убила. Так, на, короче, такой похож родственник вот этого Васики. Так что вот. Вася.комка от Альфа-Банка работает сама. Смотрю, такой вот месяца ему три, наверное. Бегает вот там вот. Я говорю, какой ты хорошенький, я под машину. Ну, да, там машина стоит, он прятается под машину. Ну, вот. Ну, я сходила, сходила, когда в магазинчик сходила, ему там тоже купила там вот такой мягкий такой корм. Я говорю, кыс-кыс-кыс, там он потом побежал на этот вот здесь вот, на этот, на газончик. Я на дерево хотела залезть. Он хотел залезть на дерево. Вот, а я хотела, не знаю, может быть, кормушки для этих, для птиц, куда я хотела, я не знаю даже. Вот, ну, конечно, он испугался такой, в принципе, и убежал он. Я туда им положила этот корм, такой вообще, такой чистенький, символичный такой, символичный котенок. Они, знаете, какие необычные вообще. Я в книжке так и напишу. Кот говорящий сказал, что он как процветание по-арабски. Кот сказал, представляете? Как процветание по-арабски. Вот что он сказал. Вот что затем сломанно в книжке напишет. Дом волшебной кошки говорящей. Так, книжку Белевина. Книжку Белевина я еще не прочитала и не послушала. Ну, в общем, я не особо интересуюсь. Так, может быть, извлекаю. Я вообще, знаете, как-то так, ну, чуть-чуток, в общем, чуток. Потому что мне хватило вот этой Даши Васильевой. То есть, серии Даши Васильевой, этот сериал «Бандитский Петербург», отчасти, понимаете, все какой-то криминал. И это тоже Даша Васильева, там все эти расследования. Ну, хорошо, там это Париж, наряды. Ну, Париж, наряды, можно где-то в другом месте посмотреть. Вот я вам загрузила. Это у Ислер Габриэла. Ислер, вот это вот, Мисс Вселенная, какого там года. Вот, смотрите, красотка, там какие-то интервью дает. Вот эти красота и одеты, и красота. В общем, как-то вот это. Ну что, давайте книжечки. Так что вот. Опять, у вас с большим удовольствием вот этот вебинар. Вебинар, особенно, знаете, вот по интернету, за интернетом. Женщина на миллион. Ну, в общем, ну, для этого тоже нужно иметь деньги, понимаете. А чтобы иметь деньги, их нужно заработать. Не знаю, желтые свечки, если я так вот посмотрела, тоже ритуал. Вот, возьмите желтую свечку, это сливочным маслом ее намажьте. Вот это вот, вы слышали? Такие расходы. Это вам не мороженое за 8 рублей. Она вот учила, как эти экстренные, экстренные деньги нужны, там, кредиты заплатить, или вот экстренные деньги нужны. Ну, там такое еще интересно. Ну, у меня красная свеча есть. Я не знаю, на красную свечу, может, четвертую. Я могу на красную свечу четвертый псалом прочитать. А покупайте желтую свечу. Хотя, вы знаете, здесь вот только не надо бежать в этот магазинчик. Ну, пока можете их бежать, пока, знаете, у меня такой этот баджет. Нету баджета на этот, на память, на магазинчик, фамилия. Там такие, знаете, можно такие аксессуарчики купить, что-нибудь такое прикупить. И будете, знаете, в каких-нибудь шляпках, в каких-нибудь таких вот супернарядах. Будете такая вообще вот эта вот, как это говорится, такая под старину тарелочки. Знаете, этот магазинчик фамилия. В принципе, там по одежде точно что-нибудь сказать не могу. Думаю, там тоже что-нибудь найти можно. Там можно такие симпатичные тарелочки найти, свечечки, всякие аксессуарчики. Вот эти что-нибудь такое оригинальное. Так что вот прикупить, но если есть баджет для этого. И дома сделать так немножко эксклюзивненько. Чтобы глаз радовал. Очень хороший магазинчик. И чашечки, там очень много мелочей всяких вот таких, как в Америке. Вот этот вот диджей Макс и Маш. Можно таких свечечек красивых, там каких-то бокальчиков, понимаете, тарелочек симпатичных. И, знаете, и наслаждаться этим, вот это вот, как наслаждаться собой, понимаете. Наслаждаться жизнью, это и раунд себя. Вот, там очень хорошее. Я иногда захожу. И немножко там одежды можно, что-нибудь такое прикупить. Ну, у кого вот эти деньги так, в принципе, вот это есть. А так там, в принципе, я только вот раз заходила. В общем, на самом деле, много таких интересненьких, интересненьких там, не такого интересненького уже есть. И из чего-то обычного сделать такое ретро. Вот. Это 5 озерок на втором этаже. Это 10 они работают. Вот что-то у нас витра как-то, я там там открыла, мне здесь открыто. Жду, знаете, что сквознячок будет. Сквознячок. Потому что, если вы захотите, конечно, там это шопится, дорогие чаи покупать на первом этаже. Понимаете, там какие-то вот, знаете, дорогие чаи или коробки конфет. Там одна коробка, как и фон, 2-3 тысячи рублей. Там эти чаи, подарочные чаи. То есть, знаете, это все, конечно, деньги надо. Это такой-такой расход. Я даже не знаю, на какой-то VIP-класс расчислены вообще эти чаи, вообще вот эти вот VIP-конфеты. Так что вот. Они, наверное, думают, что здесь, наверное, олигархи заезжают в 5 озер. Понимаете, там такой уровень, знаете, вот этого Монако. То есть, там такие конфеты шоколадные. Я таких конфет не видела даже в органик-шопе в Америке. Задорого. Они предлагают такой ассортимент. Они что думают, что у них, наверное, здесь олигархи заезжают, олигархи покупать эти конфеты. И эти чаи. Но не меньше. Понимаете, такой уровень олигархов. Ну что, давайте к этим конфирмациям. Я выбираю активную, веселую, здоровую жизнь, наполненную бесконечным восторгом, наслаждением и счастьем. В силу своей веры и любви, в силу своего намерения я притягиваю в жизнь здоровье, красоту и счастье. Счастье и гармония заполняют мою душу. Я творю радость, любовь и счастье сегодня и всегда. Я эталон счастья. Я наполняю свою жизнь радостью, любовью и счастьем. Счастье – норма моей жизни. Мое счастье бесконечное, как и любовь Бога. А вот что я хотела сказать. Вот это вот врач, который я еще ходила тогда, который я сказала, работала в первом миде. Потом она работала в центре. В центре, в дорогом, так скажем, ну, вечить зубы в дорогом это называется. В центре, вот, а потом сбой она открыла вместе на пару с другим врачом-женщиной. Спала там в одном из спальных районов. Там, где, знаете, такой, короче, такой, я бы сказала, то ли, Невский какой-то такой, машиностроительный район. Я туда к ней ездила. Я просто забыла ее фамилию. Ну, это не совсем важно, в принципе. Кстати, хорошая врач. Хорошая врач, она всегда очень хорошо мне лечила зуба. В общем, как-то вот это. У них, знаете, там такой офис был, как входишь, типа такой, какой-то бизнес-центр такой, вот, на первом этаже налево. Налево дверь открываешь, там коридор. В конце коридора комната отдыха, где они там чиплют, отдыхают. А сразу, когда входишь здесь, направо ресепшн, за ресепшном, за ресепшном коридорчик, направо туалет с этим, с раковиной. Вот. А когда входите, сразу дверь налево, налево, два кабинета. Там, где лечат, ну, наверное, несчастная работа, в общем-то, на самом деле. Я принимаю безграничное счастье, любовь и благополучие. Нет, давайте еще ими к здоровью. Что есть о здоровье? Давайте, знаете, дефирмации по здоровью. Мне нужно, чтобы... А, я у нее спросила, сколько будет заживать, я говорю, сколько будет заживать. Ну, вот этот вот зуб, я уж когда она вытащила, ну, вытащила, я говорю, ну, как называется, десна, после этого. Она мне сказала, вообще заживает три недели. Я даже не поняла. Три недели она сказала. Если там врач сказал, говорю, ну, как бы, вот, следующий-то через один зуб-то, вот, когда мне можно? Вот, через пару дней, так, можно, тот вытащить. А я сказала, три недели. Так она и шатала мне там, понимаете, вот это вот. Она там шатала и так тащила, что явно там. Ну, вы поняли, да? Я просто там вот намекаю. На что? На то, чтобы у кого нет этих полюсов, сразу, короче, замотивироваться, короче, организовать себе бесплатные полюса и вылечить зуба. Какие вылечить, какие вытащить. Что врач скажет. Замотивироваться. Здоровье божественное. А так я много лет ходила на сеансы Сергея Сергеевича Коновалова. Так что, вот, вообще, знаете, нетрадиционной медицины, я, конечно, лечусь уже давно, но когда, знаете, с первого метода меня выписали, я, честно говоря, на медицину особо, как бы, надежды-то вообще не, как бы, ну, вы поняли, да? То есть, как-то вот так вот, как-то я уже ближе к сеансы Коновалова, там всякое, знаете, энергетическое лечение, там, зарядка, самомассаж, там, акупунктура, то есть, как-то вот так. Я излучаю здоровье, молодость и красоту. С каждым днем моя жизнь улучшается, мое здоровье крепнет, мое здоровье великолепное. Ну, и вообще, после того, как, знаете, у меня, кстати, вот, я пойду к ним, так что вот, они должны быть там в карточке, так что вот, буду у них, знаете, как-то они, много лет назад, это было столько, там, 25 лет назад, да, 25 лет назад, они неправильное лечение меня выписали, женские консультанты неправильно меня лечили, неправильно выписали таблетки, вот эти вот, как там, врачи неправильно выписали, для надпочечников или чего там, надпочечники, да, гормональные таблетки. Потом мне мама говорила, ее уволили, там, вот это вот, ну, понимаете, вот это вот. Поэтому как-то я, в принципе, ну, вы поняли, да, то есть, мое отношение к этому, где-то как-то. Вот, я здорова. Я часть потока жизни, я с радостью двигаюсь вместе с ним. Я ожидаю от жизни только самого лучшего, я здорова. Здоровье, моя сила. Я утверждаю могучее здоровье, я распространяю красоту и свет. Я наполняю свою жизнь радостью. Так что я могу летать, знаете, вот он, на букле сердечка Навалова, там была молитва Франциска Азийского. Вот, так что вот, на самом деле, как он говорил, сначала прочитали молитву, потом основной сеанс, ну и вообще. Я всегда буклет носила у себя в сумке, вот, или большой, или маленький. А поначалу, у меня даже мама, мы даже, как говорится, на больных местах, вот что у кого-то беспокоило, носили эти буклеты вообще на себе. Представляете, вот до этого. А там прям молитва. Вот. Я бы, конечно, вам, может быть, и рассказала подробности моего лечения, такого многолетнего, на этих сеансах Навалова, но он не советовал распространяться для всех о выздоровлении и так далее. То есть он говорил, что не надо. Поэтому я вам не рассказываю. Так что вот. Я освобождаюся от груза прошлого, а сныне я свободно утверждаю здоровье. То, о чем я выбираю думать и говорить сегодня, создает мое будущее. Я выбираю здоровье. Я вообще, знаете, по здоровью склоняюсь, как вот Луиза Хей. Луиза Хей, благодаря аффирмации в своей системе, сумела вылечить себя от рака. Так что вот. Это о чем-то говорит. Книжки написала, много лет преподавала. Вот там книжки, у меня система. Так что вот. Там почитайте, кому интересно. Я точно все книжки ее не читала. Так что вот. Чем она там занималась? Ходьбой, соки пила, аффирмациями занималась, позитивно думала. Я достойна наслаждаться здоровьем, и я с благодарностью принимаю его. Благодарю тебя, здоровье. Благодарю тебя, красота. Благодарю тебя, юность. Но опираясь на вот ее жизненный опыт, если бы она была с молодостью счастливая, уверенная, понимаете, она бы была счастлива в браке, в семье, в любви, в сексе, понимаете, с ней бы такого не случилось. Вот вы там почитайте ее книги. Это все у нее как-то пошло из детства, от того, что, в общем, все, понимаете, такой груз. Груз неприятностей, груз вот этих вот, вы поняли, да? Если бы она была счастлива, например, вышла бы счастлива замужем, была счастлива в браке, счастлива бы в любви, в сексе, с ней бы этого вообще не произошло. То есть отвлекаясь, как бы, немножко от нее, понимаете, как-то вот это вот, чтобы полюбили тебя, ты должна любить себя, свое тело. А если ты не любишь, тебе все будет казаться не то, там, вот это вот. Кто же тебя полюбит, если ты сама себя не любишь? А там комплексы, комплексы с детства, которые там накапливаются, в общем, все как-то вот так, ну, вы понимаете, да? Там много всего, кто интересуется, может почитать ее книжки. Все клетки моего прекрасного тела исцеляются, здоровье, сила, свет и радость наполняют меня. Потому что мощная энергия любви, понимаете, энергия любви, энергия секса, в общем, на самом деле, это такая, в общем, отдельная тематика, которая, знаете, проходит, знаете, как сказать там вот это вот. В общем, такая, как вот у Манта Куче, исцеление секса, понимаете, книжки даже такие, исцеление секса. То есть нужно понимать, такие намеки, а древние об этом давно знают. Так что вот, особенно там эти короли и вообще-то такие китайские императоры. Ну, а Манта Куче, там часть информации как-то уже публикуют на эту тему. Ну, а если, понимаете, себя закрывать, не разрешать, понимаете, вот это вот, какие-то там эти догмы, как это пишет Джозеф Мерси, там всякие там какие-то догмы непонятные что-то, кому-то что кажется. Краситься нельзя, быть привлекательной нельзя, потому что какие-то религиозные вот эти вот, всякие вот это вот. Ну, и не знаете, что нужно идти наперекор, я не знаю, в той же Саудовской Аравии, те женщины в одеялах, понимаете, завернутые в черных одеялах, понимаете, если они там развернутся из этих одеял, как это называется, но вообще, есть же вообще полностью в этих паранжах, полностью завернутые, даже прям и на глаза у них эти штуки. Так что вот. И, наверное, знаете, там, ну, нельзя там это разворачиваться, как бы вот это вот. Я наслаждаюсь своим здоровьем. Ну, там, конечно, особый мир, понимаете, особый мир, конечно, наверное, все-таки мир мужчин, я так понимаю. Так что вот, в принципе, мир мужчин, и, в общем, как-то вот эти мужчины там в белом, мир мужчин, свои там, понимаете, свои понятия. Знаете, знаете, в чужой монастырь со своим уставом, у них там свое. Я просто рассуждаю издалека о здоровье, о счастье, понимаете, чтобы быть здоровой, счастливой. Вот я просто вот об этом рассуждаю. Все болезни растворяются в мощном потоке божественного света и любви. Я здорово. Мое тело поет, ликует и наслаждается ощущением свежести, легкости и здоровья. Ну, самое интересное, я там интернетила когда-то. По-моему, у них там по религиозному... Ну, как я немножко могу ошибиться, что-нибудь такое, но вы там еще точно посмотрите. Там, знаете, я там вот по ютубе ла однажды, и вроде как у них даже еще на женщине лежит ответственность, чтобы мужчина был счастлив в браке. Какая-то такая религиозная вот эта вот. Что она должна вот так все так вот делать, чтобы он еще был доволен и счастлив, то есть на ней лежит еще ответственность. Она еще может быть и виновата. Точно вам сказать не могу, но я вообще, честно говоря, когда я это прочитала, я так вообще удивилась и подумала, ну это же вообще надо вот это вот. На ней еще лежит ответственность. Вот как он к ней может относиться? Если на ней ответственность, если он пришел с работы, она должна вокруг него бегать, понимаете? Чтобы он был доволен. Вот как он к ней будет относиться? Так что вот. Мое тело поет, ликует и наслаждается ощущением свежести, легкости и здоровья. Я сама творю свой мир, свое здоровье и свое счастье. Небесные врата к счастью, здоровью и вечной молодости всегда открыты для меня. Моё здоровье великолепно. Каждым днем моя жизнь улучшается, а моё здоровье крепко. С каждым днем мой организм все энергичнее работает на омоложение и оздоровление. Ну и вообще, честно говоря, я думаю, где-то нужно, если там искать какой-то позитив, у него же там по-религиозному, они могут иметь три жены, понимаете? Если там он имеет три жены, то старшая, более старшего возраста, там дети, потом, наверное, моложе, еще моложе. Ну вы поняли, да? И обеспечивать он должен всех трех одинаково. Там, знаете, вот такие религиозные законы, что можно иметь три жены, но их одинаково обеспечивать. Так что, в принципе, если без каких-то таких претензий, знаете, старшая жена может как-то так вот быть обеспеченной при этих детях, жить, понимаете? В общем, как-то детей воспитывать, быть обеспеченной. Ну, а вы поняли, да, там вот это средняя, еще и младшая жена, ну, вы понимаете, да? Там моложе и моложе, в общем, как-то вот это вот. Я изучаю здоровье, молодость и красоту. Я здорова, я молода, я прекрасна. Я принимаю для себя идеальное здоровье здесь и сейчас. Я привлекаю здоровье. Я творю здоровье, молодость и красоту сегодня и всегда. Здоровье божественное. Ах, хотела сама, мы еще не будем там как-то увлекаться, потому что у них там... А, вот что. Сегодня я ехала на троллейбусе рекламируют полководцев. Кого там? Жукова? Ах, этот портрет Жукова, какой-то полководца висел. Портрет полководца и весь такой в этих, как это называется, маршал, да? И в этих, в этих орденах. И такой в этих орденах. Крупным планом, там, на вот этой вот, 50-й, проедьте обратно, вот, от этой поликлиники 33-й обратно. Вот когда едете, и с левой стороны будет вот этот большой плакат, рекламируют. Что помним героев, или как-то героев, или эти как-то... Нет, что там как-то написано. Я с радостью принимаю божественное благополучие и здоровье. А вы все знаете, у меня еще такой был инсайд, с вами хотите посекретничаю. Хотя я же не знаю, как они там отнесут. Такой инсайд, я же не знаю. Если что, скажу, что я так не скажу. Скажу, что, в общем, думать там, как вы, там вообще, что-то такое скажете. На, ходи-ка по секрету. Вообще, у меня был такой инсайд, что, знаете, у меня там вообще как-то, какие-то такие строгости. Я даже не знаю, за кого они займутся, за него они молятся. Такие, знаете, эти женщины, такой инсайд был. Там вот эти женщины в этих покрывалах, и он такой входит, по типу господин. И знаете, когда, я вообще так сказала, я, знаете, честно говоря, немножко пошутила. Я типа свисту, они прямо начинают молиться. Я даже не поняла, за кого, за себя, за него. Может, это принято? У них там несколько раз в день нужно молиться. На самом деле, я, честно говоря, сделала вообще такой вывод, что они такие вообще очень запуганные. Понимаете? Я не знаю, может быть, это был такой инсайд из древности, может, сейчас такого нет. Может быть, это инсайд был тысячу лет назад, короче, который там где-нибудь в этих... Я точно сказать не могу вам. Откуда эта информация? Я бы сказала, что сначала стал малым, но я же практически выспалась. Знаете, вот это вот. По типу, подожди, дорогой, сейчас я высплюсь. И расскажу тебе про этого, как называется, парамаршала Жукова. Сейчас это высплюсь. Ну да. А то будет там это, голову морочить. Ну да, очень легко еще поспать, уже еще отдохнуть. Стала сам андрюбить. Я так не очень, не очень много сегодня спала. В общем, как-то вот это вот. Я настраивалась ехать. Я сначала думала ехать, не ехать, а потом я подумала, ну что там дала. Думаю, как-то вот это. С утра, знаете, встала, в общем, тут пару часов поспала. Вот, и так там вчерашнее видео загружала. Там мне нужно было на мои каналы Ютуба загрузить. Татьяна Палмана Мастунса, я ходила на русском, на английском языке. Там около 7 тысяч видео, на каждом видео я. Вот, потом на моем странице по ВКонтакте и напрямую. В общем, знаете, в общем, там занималась очень допоздна. Потом как-то вот это. Ну вот, в общем, как-то потом думала, сучит, зуб, зуб. Зуб, в общем, как-то ехать. Вот это вот занималась. Мой организм очищается от всех болезней, усталостей, наполняется светом и здоровьем. И вообще, честно говоря, я вам подскажу, по секрету проехалась я на этом троллейбусе. Хотя троллейбус такой, в принципе, VIP, там нормальная поликлиника, в принципе, так это быстренько все. В магазинчик зашла, мало народу, в общем, не спрошлась, там как-то вот это, но, в общем, все это как-то вот это подумала, ой, скорее бы. Знаете, вот я там вам загрузила, там часть вот этого богатства моих рук, книжка Натальи Правдина, впитывать богатство, смотреть. Там я же загрузила самые дорогие дома в мире, что там самые дорогие машины, платья, вот эти вот сумочки, вот это вот туфли. Ну и вообще вот этим, в общем, заниматься, в общем, чем такое, вот эти вот аффирмации читать, в общем, мой лекционный курс писать, мои видео заснимать, в общем, перечитать еще эту книжку Натальи Борисовны Правдиной о богатстве в моих руках. Кстати, буду я ее читать, отрывочки, на, в рамках, так скажем, науки жизни, в рамках моего, моей студии позитивного мышления, силы, позитивные мысли, я очень рекомендую эту книжку, она, я ее читала в 2004 году, книжка 2004 года, я очень рекомендую эту книжку, богатство в моих руках, вот, шикарная книжка, я буду там прямо вот это вот, прямо и буду, ну, сейчас у меня такая система, я эти книжки читаю, что перечитываю, и уже в рамках, знаете, на моторах, скажем, делаю такие эти видео, мне и само интересно, вот, и на самом деле это нужно как-то, в общем, повторить, освежить информацию, потому что информация цена, что такое подзабылось, вот, информация цена тем, что прочитал и делать надо, в общем, а там очень много интересного, небесный банк, впитывать энергию изобилия, смотреть красивые журналы, красивые картинки, понимаете, красивые там, это по интернету, сейчас можно интернетить, вот, всякое там золото, бриллианты и так далее, шикарные магазины, Моё здоровье несокрушимо. Я выбираю для себя могучее здоровье прямо сейчас, моё тело накапливает здоровье, я живой символ здоровья и процветания, я программирую себя на здоровье, красоту и молодость, Я утверждаю своё право на здоровье, молодость и красоту во всех её проявлениях, я с радостью принимаю жизнь, наполненную здоровьем и благополучием, моё тело наполняет энергией здоровья каждый день, Я выражаю искреннюю любовь самому прекрасному здоровому молодому телу, я выбираю жизнь, наполненную здоровьем, ой, здоровье, это очень важный момент, Я очень люблю, знаете, великолепно себя чувствовать и наслаждаться жизнью, знаете, как-то сидеть, как-то сесть красиво, вообще чувствую тебя великолепно, Я вообще на самом деле вот это вот вообще просто кайфую, чувствую тебя великолепно или там или сесть, или вечер, какой-нибудь банчик удобный, Какая-нибудь книжка шикарная, знаете, вот этого позитивного мышления, вообще какой-нибудь фильм позитивный, в общем, наслаждаться собой, в общем, тишиной, Не знаю, там открыт, знаете, сейчас проветриваюсь погодой, это шикарная погода, честно говоря, наслаждаться собой и великолепно себя чувствовать, так что вот. И в этом уже состоянии наслаждаться уже вот там раунд, красотой, природой, в общем, как-то вот так. Мой путь приводит меня к наслаждению здоровьем, красотой, гармонией, силой и молодостью, так как это именно то, во что я выбираю верить. Я изучаю здоровье, я становлюсь привлекательнее с каждым днем. Я искренне желаю здоровья, добра и счастья, окружающим меня людям. Я улучшаю своем здоровье и свою судьбу. Я эталон здоровья и красоты. Я активизирую свою драгоценную жизненную энергию, возрождаюсь к новой жизни, наполненной здоровьем и радостью. А, еще в школе очарования я учусь, да. Ну да, в школе очарования, чтобы гармонизировать, когда он в этом в огне, понимаете, когда он тут приходит в огне, чтобы его водой, чтобы он вообще весь такой вот этот, знаете, вот это вот. Ну, я же там вам загружала огромное качество их видео школы, международная школа, как международная школа женского очарования. Ах, быть такой оргазмический поток, быть такой такой сладкой, манкой, как сказка. Да, вот это вот. Посетимый гейш, гармонизировать пространство. Это много лет нужно учиться. Так что вот. Ну, так говорят, что много лет нужно. Я активизирую свою драгоценную жизненную энергию и возрождаюсь к новой жизни, наполненной здоровьем и радостью. Я выбираю такие мысли, которые делают меня здоровой и красивой. Великий Божественный Дух наполняет мою жизнь гармонией, силой и здоровьем. Моя жизнь соткана из радости, здоровья и красоты. Божественная сила исцеления дает мне здоровье и бодрость, дарит мне красоту и молодость. Я из сотворения высшего здоровья и красоты. Я реализую свое божественное право на здоровье. Ну, я не знаю, конечно, я секретов точно в этой школе очарования не могу сказать, поскольку там частный ретрит стоит 100 тысяч долларов. Вот, я учусь, как я смотрю, то, что она выкладывает на ютубе. На ютубе. Ну, вообще, я вообще читаю книжку Сен-Жермена, так что вот трансформация. Негативное состояние трансформировать по системе Сен-Жермена. Не по системе, как в Японии, как вот говорит Ирина Хакамада, вот. А у меня по системе Сен-Жермена, вознесенного мастера Сен-Жермена. Вот, трансформировать. Вот это вот. Гармонизировать, трансформировать пространство. Я выбираю для себя новое, позитивное, целостное мироощущение. Я принимаю здоровье. Я легко и радостно изменяю свою жизнь, свое здоровье, свою внешность в лучшую сторону. Смотрите, и свою внешность, и свою внешность в лучшую сторону. Я прекрасное воплощение женственности, молодости и здоровья. Мое здоровье крепче с каждым днем. Имейте в виду, у аффирмаций я читаю из книжечки, вот это вот, на моем этом видео. Просто иногда я их просто читаю, вот, подряд, да. А здесь я как бы вот просматриваю, читаю, еще как бы, вот так, еще что-то такое рассуждаю. Имейте в виду, аффирмации из этой книжки. Аффирмации Натальи Прав. Мое здоровье крепче с каждым днем. Просто приучаю себя к языку изобилия, языку любви, языку счастья. А как приучать? Я же вам уже говорила. Нужно что-то вот такое хорошее читать. А вот где это хорошее? Это аффирмация. Смотрите. Про здоровье переворачиваешь тут дальше. Про молодость, красоту. Понимаете? Я листворение высшей красоты и молодости. Вот. Язык. Язык здоровья, язык красоты, язык молодости. Где он? Аффирмация. Переворачиваешь тут дальше, понимаете, подальше. Я готова принимать радость и счастливые сюрпризы каждый день. Я есен духу вашего высшего процветания и божественной любви. А вот Этина Салмановна, знаете, Этина Салмановна долго церемониться не будет. Сначала она расскажет про этого, как его там, про этого, как там, военного начальника Жукова, военного начальника, военного начальника Жукова. Так что вот. А потом она расскажет про книжку Натальи Борисовны Правдиной. Это по поводу того, что красивую женщину можно целовать в любое место и не попасть.